Мы не будем говорить сегодня ни о каких проектов, я не собираюсь никого никуда рекрутировать. И пожалуйста, поэтому прошу каждого из вас не выставлять никакую информацию о каком-то проекте, о каком-то бизнесе. Пожалуйста, господа, относитесь друг к другу с уважением. Сегодня я просто поделюсь с вами своим 30-летним опытом в сетевом бизнесе, немножко расскажу и посоветую, и расскажу, как я сам это делаю, как правильно приглашать людей в тот или иной проект. Перед тем, как я начну, единственное, я хочу перед всеми извиниться, потому что я знаю, что я пишу иногда по-русски с ошибками. А да, Алена, записи будет, я постараюсь записать эту презентацию, этот семинар. Я иногда говорю, пишу с ошибками, один из моих друзей попросил, чтобы я выставил приглашение на этот семинар, на его веб-сайт, я, извиняюсь, на его с фейсбук, и получил несколько писем, и люди пишут, что сделали мне замечание, что я пишу с ошибками. К сожалению, эти люди только увидели одно ошибки, они не видели самого главного. Но я хочу на всякий случай извиниться, к сожалению, мой русский уже не такой, какой был раньше, потому что в Америке я живу уже ровно 32 года. Поэтому, пожалуйста, если я кому-то приглашаю что-то куда-то и пишу с ошибкой, не обращайте внимания. Единственное, если вам, у меня такая просьба, если я пишу с ошибкой, напишите мне, как правильно написать, чтобы я зап... это мне поможет. Все, спасибо, Ольга, за понимание. Сейчас я включу наш рекордер, и потом я еще обещаю, что после презентации я дам возможность задать мне вопросы. Значит, одну секундочку, я выключу чат. И включу рекординг. Так, одну секунду. Одну секундочку. Одну секунду. Хочу сделать, чтобы это у меня получилось правильно. Здравствуйте, господа. Еще раз хочу представиться, особенно для тех людей, кто меня не знает. Зовут меня Михаил. Я уже, правда, привык к Майкл. Я сам родом из Риги. Уехал из Риги еще в 1979 году, в ноябре месяца. И вот в Америке я живу с 1980 года, 31 января. Как раз вчера исполнилось ровно 32 года с того момента, как я приехал в эту страну. В сетевой маркетинге я попал этого же года, 80-го, лета. Поэтому получается, что летом будет ровно 32 года, как я уже в этой индустрии. Хотя у меня не сразу все получалось. И не сразу я начал зарабатывать деньги. Но в будущем, благодаря тому, что посещал тренировки, посещал семинары, как только, сколько мог, начал получать ту информацию, на которую я просто раньше не обращал внимания. Я женат, и у меня жена, дочка моя, ее зовут Стефани. Жена моя сама из Харькова. Женат я уже 29 лет. Дочке моей 26 лет. Она учится в аспирантуре. Живет во Флориде. Она имеет мастер, дегри, криминальная, сайкологи. И вот еще 2,5 года и будет защищать диссертацию. Она сейчас работает на курсе, чтобы стать доктором наук. Это первый человек в моей семье, который добился такого. Поэтому я, конечно, очень за это доволен. Но дело не в этом. Я где-то 28 лет в Америке был в ювелирном бизнесе. У меня было 2 ювелирных магазина в Филадельфии. И у меня было 4 года был бизнес в Нью-Йорке по продаже медицинского оборудования. Я вам просто это рассказываю в двух словах, что вы имели какое-то представление обо мне. И все эти годы я работал, развивал сетевой маркетинг на стороне. Я все свои бизнесы продал. Теперь мой основной бизнес это сетевой маркетинг. Я очень много изучал сетевой маркетинг. Изучал почему? Потому что я обращал внимание на такой парадокс. Даже если я и зарабатывал деньги, то много людей в моей группе не зарабатывали. И я прекрасно понимал, если они не будут зарабатывать деньги рано или поздно, они уйдут. И если они уйдут, то рано или поздно мой бизнес развалится. И я уверен, многие из вас встречались с таким парадоксом. Даже если вы находитесь в сетевой маркетинге несколько лет или больше, и может быть вы тоже были успешными, может быть в начале, в середине, в конце, и вы даже зарабатывали серьезные деньги, и потом в результате это все начинало идти на нет. К сожалению, это происходит в сетевой маркетинге. Это не потому, что плохая индустрия. Это потому, что наш бизнес такой простой, что основная масса людей никогда не обращает на него внимания и не относится к этому серьезно. Потому что если каждый из вас относился к этому бизнесу серьезно, то у вас был бы успех намного больше, чем он у вас есть. И самое, конечно, главное, что самый наболевший вопрос, а что же делать после того, как вы только подписались в новый проект? Что же делать? Что же за следующий шаг? А следующий шаг очень простой. У вас в руках есть определенная информация, определенный продукт, определенная оппортунити, и вам нужно этот продукт поставить как можно перед большим количеством людей. И чем больше людей увидят его, то процент вашего успеха пойдет вверх. Это, честно говоря, игра в цифры. К сожалению, в сетевом маркетинге 97% людей никогда не зарабатывают деньги. И они не зарабатывают деньги не потому, что продукт, а бизнес плохой или плохая индустрия. Потому что, я просто повторюсь, не уделяют правильного внимания. Господа, запомните такую вещь, что наш бизнес, сетевой маркетинг, очень-очень простой. Но он нелегкий. Я вам приведу... Я не просто хочу рассказать, как правильно приглашать людей в бизнес. Я хочу вам немножко, как говорится, зайти издалека, чтобы вы поняли, почему нужно делать именно так. И почему, когда люди делают по-другому, у них ничего не получается. Самое главное, естественно, то, что делаете вы, должны делать ваши люди в вашей группе. Потому что, если вы пришли в бизнес с первого дня, и вы начали приглашать людей, и они подписались в бизнес, они будут делать точно так же, как делаете вы. Поэтому, если вы пригласите тысячу человек, и они все были приглашены неправильным способом, они будут делать то же самое. И у вас в группе получится просто какой-то, я не знаю, маразм, что ли. Все будет разваливаться. Но если вы приведете в группу десять человек, и сделаете это правильно, и они начнут делать то же самое, то ваш бизнес взорвется. Я попрошу вас взять ручку, взять бумагу. Я уверен, что, может быть, вы услышите некоторые вещи, которые вам пригодятся в вашем бизнесе. И я хочу вам сказать еще одну вещь. Я заранее извиняюсь, я знаю, я часто прыгаю с одного места на другого. Я никогда ничего не записываю. Поэтому все, что я вам рассказываю, я вам рассказываю от сердца. Я ничего не читаю. У меня ничего перед руками нету для того, чтобы мне напомнить, что я хочу вам сказать. Я все говорю от своего сердца. Я рассказываю вам все то, что делал сам я, и то, что я делаю на сегодняшний день. Я ничего не придумываю. Система в сетевом маркетинге очень простая, и она уже давно отработана. И не надо ничего менять. Не надо пытаться изобрести велосипед. Он уже давно изобрен. Самое главное, нужно с людьми говорить и приглашать их в свой бизнес. Ну, как это делать правильно? Вы знаете, я вам приведу, например, такой пример. Если я всю жизнь был слесарем, я подойду к своим друзьям и начну рассказывать, как я хочу их научить зарабатывать деньги, или научить быть здоровыми, в зависимости, какой продукт я продаю, или то, или другое, всерьез они меня никогда не воспримут. Не потому, что они меня не уважают. Они знают, что я слесарь. Если я всю жизнь работал в ювелирном бизнесе, и мои друзья меня знают, как экспорта по бриллиантам, экспорта с золотом, с ювелирными украшениями, и мои друзья все, в принципе, знают, и у меня много друзей, что если нужно, у кого-то есть вопрос, как правильно купить бриллиант и выбрать качество, то кому идти? К Майклу. Но если я начну людей приглашать в бизнес и учить их, как же им нужно питаться, чтобы быть здоровым, как им правильно покупать билеты, чтобы сэкономить деньги на путешествия, как правильно им делать, чтобы заработать деньги, они меня всерьез не примут. Так вот, господа, у каждого из нас есть определенный круг вращения. И у кого-то этот круг вращения больше, у кого-то этот круг вращения меньше. Кто-то пользуется большим авторитетом, кто-то меньшим. И когда вы начинаете рассказывать человеку и рассказывать, какой у вас классный проект, и приглашать его в бизнес, основная масса людей никогда на вас не обратит внимания. Не потому, что они вам не доверяют, не потому, что они вас не уважают, они просто серьезного внимания на это не обратят. Когда-то мне сказал один человек, его зовут Джан Лавин, он сетевик, около 35 лет в бизнесе, и все эти 35 лет в одной компании. очень богатый человек, зарабатывает большие деньги, он уже на протяжении многих лет зарабатывает где-то 80 тысяч долларов в месяц. И я с ним поддерживаю отношения, хотя мы с ним не в одном бизнесе. И он мне говорит, как-то рассказ говорит, Майкл, ты знаешь, что, когда ты разговариваешь с людьми, они могут быть на другом канале. И я не мог понять, что значит на другом канале. А получается такая вещь, это все равно, что если вы слушаете, например, радио, канал первый, но в это же самое время на втором канале тоже что-то происходит, но вы же этого не слушаете. И вот это то, что происходит, когда вы передаете эту информацию или пытаете рекрутировать человека в бизнес, и вы разговариваете со своим знакомым. Он тоже на другом канале. Он вроде вас слушает, но он ничего не слышит. Поэтому очень важно, очень важно правильно приглашать друзей в бизнес. Я вам приведу еще один пример неудачи. Мы все разные. И, конечно, то, что хорошо для меня, это еще не значит, что это хорошо для вас, а может быть и наоборот. И есть люди, которые умеют красиво говорить, более красноречивые, пишут без ошибок, обаятельные, высокие, интересные, с такими людьми очень приятно общаться. И когда такой человек вам делает презентацию и рассказывает все наизусть и очень красиво, происходит такой казус что-либо. Я вам приведу, например, привет. Пример. Например, Алексей. Алексей очень, я извиняюсь, Алексей очень грамотный человек и очень красиво рассказывает, очень красноречивый. И вот Алексей, например, привел меня, хочет мне сделать презентацию о бизнесе, в том, в котором он находится. А я с сетевым маркетингом не знаком. Это для меня новое. И я слушаю Сергея очень внимательно. Потому что я знаю, что Сергей очень успешный бизнесмен. Я к нему отношусь с большим уважением и мне интересно послужить, чем он занимается. И после того, когда я выслушиваю, слушаю его презентацию, которую я хочу подчеркнуть, ну просто бескоризненно, очень классная, очень интересная, и я разобрался почти во всем. Но про себя я буду думать. Конечно, это хороший бизнес для Алексея. Я никогда в жизни так красиво никому ничего рассказать не смогу. И я даже не знаю и не умею так рассказывать. И я не знаю такую информацию, я же никогда ее не выучу. А когда Алексей закончит, ему в лицо, я придумаю, в лицо выскажу сотни, почему этот бизнес нехороший для меня. Я ему скажу, ты знаешь, Сергей, ты меня извини, это пирамида. Я в это не верю. Моя супруга, моя жена не разрешает мне этим заниматься. У меня нет времени. У меня в конце концов геморрой. Я придумаю все, что угодно. Но никогда не соглашусь на этот бизнес. Только потому, что я испугался. Я испугался того, как красиво Алексей мне это все рассказал, потому что я это скопировать не смогу. Вот это происходит каждый день. Люди пытаются что-то рассказать человеку, сделать это так красиво, и в результате они только отпугивают людей. Я вам расскажу такую историю своей жизни. Это было уже много лет назад. Мы делали презентации раз в неделю. Снимали помещение где-то на 2 часа в день. Но раз в неделю определенное помещение. И все люди в нашей группе, здесь в Филадельфии, там где я живу, в принципе знали, что по четвергам, в 7 часов вечера, если они хотели кого-то нового привезти, послушать презентацию, то они всегда это делали. Они знали, куда им это надо везти. И вот у меня было несколько партнеров. Это все были американцы, русскоязычных почти не было, очень мало. И я, конечно, приходил на все презентации. Презентация это была для того, еще раз просто повторю, чтобы новый человек, который только попал в бизнес, и если у него есть кто-то, кто хочет заинтересоваться этой информацией, чтобы он мог привести, чтобы просто другой человек сделал презентацию за него. Я немножко потом попозже объясню, как это делается все. К чему я это вам рассказываю? И вот звонит мне одна из моих партнерш, она зубной доктор. Она говорит, Майкл, я очень извиняюсь, у меня emergency. Я не смогу прийти и сделать презентацию. Тебе придется ее сделать самому. И я, это было первый раз, когда я должен был делать презентацию на английском языке. Я, конечно, живу в Америке много лет и говорю по-английски, но все равно я говорю с очень большим акцентом. К сожалению, от этого избавиться невозможно. И я очень нервничал. И когда я пришел в это помещение, там было четыре гостя. Кто-то из американцев, из моей группы, привел четырех гостей. И это все четыре гости были американцы. И как сейчас помню, это было три мужчины и одна женщина. А такие средние возрасты, одеты хорошо, видно, непростые люди. И вот я стоял перед всеми и делал презентацию. У меня коленки дрожали. И я, когда делал презентацию, я смотрел на них, видел, как они шушукаются, улыбаются. И после того, как я сделал презентацию, эти четыре человека встали и ушли. Себе только представляли себе, как я переживал. Потому что я думал, что это моя вина. Что только потому, что я так плохо сделал эту презентацию, они ушли. На следующей неделе я предупредил свою партнершу, чтобы она больше мне такого никогда не делала, потому что мне очень неудобно. И произошел точно такой же казус, как будто договорились. И опять смешная цифра. Четыре человека, четыре гостя пришли обратить внимание на нашу презентацию, которую привели не я, а кто-то из моих партнеров. И я сделал такую же презентацию, один к одному, и не... и так же боялся. Только на этот раз эти четыре человека подписались в бизнес. И знаете, что они мне сказали? Особенно один мужчина, он был бизнесмен, уже не молодой, не бедный человек, не простой, поэтому просто так он в бизнес не пошел. Когда он меня выслушал, он потом подошел ко мне и говорит, «Майкл, ты на меня не обижайся, но если человек, который не умеет разговаривать по-английски, он это говорил в переносном смысле, потому что я говорю, но говорю с большим акцентом. Если человек, который не умеет говорить по-английски, может делать этот бизнес, значит, я хочу быть в этом бизнесе тоже. И тогда я понял, когда вы делаете презентацию правильно, не имеет значения, сколько вы допускаете ошибок. правильный человек, вас всегда самое главное услышит. Так вот, я хочу, чтобы вы сегодняшнего дня представили, что вы первый день в бизнесе. Сегодня первый день, как только вы подписались в компанию, в какой бы компании, в каком бы проекте вы ни находились. Потому что я вам скажу честно, господа, чтобы вы знали одну истину. Эта истина ко мне пришла почти за 32 года, работая в сетевом бизнесе. Волшебных компаний нету, волшебных маркетингов нету, и волшебных продуктов нету. Заработать деньги можно везде, если вы правильно строите бизнес. Когда люди начинают прыгать с одного проекта в другой, то в результате они остаются ни с чем. Неписанный закон, здесь в Америке говорят, неписанный закон в сетевом маркетинге, для того, чтобы заработать деньги, нужно пробыть в одном проекте минимум 3 года. Значит, первое, что каждому человеку нужно сделать, и я это говорю всем своим сетевикам, всем своим новым дистрибьюторам, которых я привожу в бизнес сам лично, и чтобы они делали то же самое, нужно взять бумагу и ручку и написать всех людей, кого вы знаете. Не выбирать, кто лучше и кто хуже, надо писать всех людей. Когда мне кто-нибудь говорит, я не хочу заниматься в бизнесе, где нужно разговаривать со своими друзьями и родственниками, я им говорю сразу, отвечаю обратно, значит, этот бизнес не для вас. А потом, чтобы он не очень испугался, я поясняю. Я хочу вам задать такой вопрос. Если вы пошли в кино и посмотрели классный кинофильм, ну классно, вы получили море удовольствия, когда вы придете домой, что вы первое сделаете? Вы расскажете своим друзьям. Если женщина пошла к парикмахеру, и ей сделали классную прическу, и ей все делают комплименты, и она наконец сама себе начала нравиться, все, что она первая скажет, расскажет своим друзьям. Только за исключением, в принципе, что происходит? Вы все занимаетесь сетевым маркетингом. Хотите вы этого или нет? Вы просто от этого не зарабатываете. Разница между мной и вами, что я зарабатываю деньги, а вы нет. Я имею в виду по отношению к тому человеку, который мне говорит, что он не хочет разговаривать с друзьями и родственниками. Надо просто разговаривать правильно. Поэтому первое, что я всегда требую от всех, написать всех, кого они знают. Кстати, я вам скажу такую вещь, что в Америке единственное, что я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы не думали, что вот пришел умный американец и начнет вас учить жить. Не, я совсем не такой. Я хоть и живу здесь много лет, но я такой, какой я был, я такой и остался, я никогда не забуду, откуда я приехал. Это был мой дом, я прожил в бывшем Союзе 24 года, отслужил в рядах бывшей советской армии. Так что, как говорится, у нас очень много общего. И поэтому я никогда не забуду, кто я. Короче говоря, еще раз извиняюсь, что я прыгаю с места на место, вы должны написать список всех людей, кого вы знаете. Но теперь, когда вы будете к ними обращаться, вы должны задать человеку вопрос или спросить у него его мнение. И может быть, многие из вас это слышали много раз, так как и я. Но я не сразу это начал делать, потому что я не придавал этому значения. Я вам расскажу правдивую историю тоже из своей жизни сетевого маркетинга. Но сначала я хочу закончить свою мысль. Вы знаете, что каждый человек, вот так уже мы созданы, что мы любим давать, делиться своим мнением. И очень часто, в больших случаях, мы обычно говорим о том, о чем мы совершенно ничего не понимаем. Но мы любим ставить свою, как говорится, свою букву А. Так вот, на этом сетевом маркетинге и вы можете сыграть. Я вам приведу такой пример. Когда я делаю, а, я извиняюсь, что я хотел сказать, в сетевом маркетинге в Америке, например, когда вы приходите в компанию, если вы попали в группу крупного сетевика, то в первый же день вам скажут, что вы должны написать, сделать такой лист, и этот лист послать по факсу или по электронной почте своему спонсору. Это не потому, что спонсор будет этим людям звонить, но вы будете ему звонить, он может вам помочь, но если вы не делаете такой лист, с вами дальше в бизнесе разговаривать никто не будет. Здесь очень жестко. Здесь люди приходят деньги зарабатывать, а не прыгать с места на место. Для того, чтобы заработать деньги, надо обращать на это серьезное внимание. Когда человек делает список, после этого он должен начать звонить. очень важно. Вы должны звонить в тот момент, когда у вас есть время и когда у вас хорошее настроение. Если у вас плохое настроение, вы с кем-то спорили, что-то не так произошло на работе, лучше пропустить. Но у вас должно быть всегда хорошее настроение, потому что это будет чувствоваться в вашей интонации. Когда я говорю по телефону, я всегда стою, поэтому я советую людям всем стоять. Я не знаю, как это объяснить. Вот так меня учили, так учу я. Но я знаю, что когда я одно время, когда еще дочка моя жила у нас дома, а у меня, чтобы вы имели представление, мой дом три этажа, и когда я начинал разговаривать или делать презентации, или говорить по телефону, приглашать людей, я всегда ходил по всему дому, сверху вниз, сверху вниз. И все надо мной смеялись. Говорит, крыша поехала у папы. Так, я не знаю, почему, но это чувствуется, это передается, чувствуется, как говорится, ваш энтузиазм, вашем голосе. Следующее, когда вы начинаете звонить, когда вы звоните человеку, вы должны спросить, если у него есть минутка, потому что, если он занят, если он на работе, если он в гостях, ни в коем случае говорить нельзя, он вас не услышит. Вы помните, как я вам говорил, вы можете говорить с человеком, он будет на другом канале. Вы же все, в принципе, грамотные люди, и среди нас нету детей. Если вы пришли в сетевой маркетинг, вы пришли заработать. Вы не пришли в времяпровождение, вы на самом деле пришли заработать. Поэтому, то, что вы делаете, вы, если вы делаете так, как вам говорят, с одним только мыслью, чтобы у вас вырос бизнес, чтобы вы стали успешными, чтобы вы заработали деньги, и у вас улучшилась ваша жизнь. Поэтому вы же не пришли дурачиться. Поэтому вы будете, если вы будете делать правильно, и если человек будет вас слушать, то он это услышит. И он тоже станет вашим партнером. Поэтому очень важно, когда вы разговариваете с человеком, чтобы он был с вами на одном и том же канале. Значит, он должен быть свободный. Ему ничего не должно мешать. Я вам приведу пример, как я бы это делал. Ну, приведу пример Алла. Алла из Риги. Я тоже из Риги. Так что мы, Алла, с вами земляки. Я приведу пример с вами. Я и Алла, мы друзья. Мы знакомые. Я попал в новый проект, и я хочу рекрутировать Аллу. Но я буду это делать так, как говорил мне мой спанцер. Я просто пользуюсь тем, чему меня научить. Алла, здравствуй, это Майкл звонит. Как дела? Алла, ты случайно не занята? У тебя есть минутка? Отлично, Алла. Аллочка, слушай, мне к тебе есть большая просьба. Ты понимаешь, Алла, мне на днях предложили очень интересный бизнес. И мне кажется, что это очень хороший бизнес для меня. мне кажется, что наконец я заработаю серьезные деньги. Алла, я знаю, ты очень грамотная женщина. У тебя очень большой жизненный опыт. Ты просто молодщина. Мне очень важно услышать твое мнение. Пожалуйста, Алла, сделай мне одолжение. Обрати внимание на эту информацию и скажи мне честно, на самом ли деле это такой хороший бизнес для меня? На самом ли деле я заработаю деньги? В этот момент я закрываю свой рот и я не произнесу ни одного слова, пока Алла мне не ответит. Этот момент очень важный, потому что если вы будете продолжать говорить, 50% вашего успеха улетит в форточку. что я сделал? Ну, во-первых, я сделал комплимент Аллы. Все любят, люди любят получать комплименты. Не в зависимости. Этот человек грамотный, неграмотный, это не имеет никакого значения. Все люди любят, когда им делают комплименты. Потом, когда я сделал комплимент, я попросил у нее, помните, обратили внимание, я сказал, пожалуйста, сделай мне одолжение. Я попросил ее. Ничего в этом плохого нет. Люди любят, когда их просят. Надо только просить правильно. Второе, что, последующее, что я ей сказал, я все время говорил, что бизнес для меня, деньги для меня. Не было никакого давления. Я не пытался ей ничего продать и не пытался ей никуда ее рекрутировать. Я просто спросил ее мнение. Запомните, господа, мнение можно спрашивать только у тех, людей, которых вы знаете. У меня очень часто бывает, что как только я сделаю какой-нибудь семинар насчет, как правильно приглашать, или то, или другое, мне начинают по электронной почте люди находят мою информацию и написать мне письмо. «Майкл, мне очень важно услышать ваше мнение, пожалуйста, обратите на эту компанию». Ну, естественно, я никакого внимания ни на какую компанию не обращаю, потому что мнение можно спрашивать только у людей, кого вы знаете, и обязательно в разговоре, а не по электронной почте. помните, господа, что сетевой бизнес всегда был, есть и будет бизнес общений. Интернет это классный инструмент, который может вам помочь развить ваш бизнес и найти новые контакты, но все равно с людьми надо общаться. Если вы не будете общаться, ваш бизнес развалится. вот это способом, как надо приглашать людей в бизнес благодаря мнению. Много лет назад я был в одной компании, не буду называть ее имя, это американская компания, она делает бизнес чисто на территории Америки. Мне очень нравился их продукт, но у меня ничего не получалось. Продукт был здоровья, единственное, что я могу сказать. Я в принципе такой человек, не стеснительный и благодаря тому, что я работал продавцом столько лет и 12 лет я проработал в самой крупной ювелирной компании в мире, компания номер один по величине и по продажам, поэтому очень много проходил тренировок в этой компании, поэтому я в принципе знаю, как разговаривать с людьми, если я хочу что-то продать. И когда я попал в эту компанию, то я про себя подумал, если я могу продавать бриллианты, то продать то, что действительно людям нужно, у меня проблем не будет. И естественно, я никого не слушал и никого не обращал внимания, и еще про себя говорил, сейчас я вас научу, как надо строить бизнес. И естественно, у меня ни черта не получалось. Единственное, что я понял, что нужно посещать тренировки. Господа, вам скажу одну вещь, если вы именно вот эту вещь запомните и будете это делать, то я вам обещаю, что ваш бизнес взорвется. Деньги в тренировках. Еще раз повторю, господа, деньги в тренировках. Надо посещать семинары, тренировки, и чем больше, тем лучше. Не в зависимости, кто их делает. Иногда эти все семинары похожи друг на друга, это не имеет никакого значения, потому что каждый раз, получая одну и ту же информацию, но от разных людей, что-то к вам дойдет, то, что не доходило раньше. Вы даже не представляете, какое у вас сильное подсознание. И если в это подсознание попадет та информация, которая уже там и находится, но только от другого человека, у вас произойдет затмение, и вы начнете работать, то, что произошло со мной. У меня есть очень хороший друг, он очень богатый, чтобы вы имели представление, он не работает в сетевом маркетинге, у него очень большая металлургический бизнес, но он зарабатывает, наверное, за последние 7 лет, 7, может быть, 10 лет, от 750 тысяч до миллиона долларов в месяц. Очень богатый, большая умница, и я решил его рекрутировать в этот бизнес, потому что я думал, если он придет, то все моя жизнь изменится лучше. и так как он большой товарищ, я, конечно, позвонил ему, мы поговорили, он меня очень внимательно выслушал, я ему сделал презентацию, и он мне говорит, «А, Майкл, опять ты вляп в какое-то, я извиняюсь, гэ, тебе, наверное, деньги нужны на бизнес, я тебе дам без процента». И в принципе он хотел мне, желал хорошего, он даже мне предложил финансы, предложил без процентов раскрутить бизнес. Но мне это было как ножом по сердцу. Я вот помню, в субботу я поехал в Манхэттен, в Нью-Йорк, потому что наши тренировки проходили в Нью-Йорке каждую субботу с 9 утра до 12. Я вот из Филадельфии, это два часа езды до Манхэттена, к 9 утрам ездил на митинги каждую субботу. Я не пропустил ни одного митинга в течение двух лет, за исключением только те дни, когда я ехал в отпуск. И вот я приезжаю на митинг опять, и один из моих спонсоров начал со мной разговор. «Ну как дела? Пятое, десятое, что происходит?» Я ему рассказываю, что я очень разочарован, вот я разговаривал со своим товарищем, и он такой богатый, такой успешный, я так на него надеялся, а спонсор меня выслушал очень внимательно, не перебивая. Когда я закончил, он мне говорит, «Майкл, если твой товарищ такой умный и такой успешный и такой богатый, зачем ты его рекрутируешь в бизнес? Почему бы тебе не попросить его мнение? в этот момент меня как ошарашил. Я ведь слышал эти трюки, что ли, приглашать людей, приглашение, построенное на мнении, много раз. Я же никогда не пропускал ни тренировки, я на конференции, на звонки, у нас в Америке очень популярно конференции, в то время еще не было компьютера, в смысле не было интернета, так это все делало через конференции, по телефону звонили, где-то каждые три раза в неделю проводили конференции, кто-то проводил, они обычно длились час, иногда чуть-чуть больше, иногда чуть-чуть меньше, я всегда на них присутствовал и слышал это много раз, но потому что это такое простое, помните я вам в самом начале говорил, что сетевой маркетинг он такой простой, поэтому это одна из причин, почему у многих людей не получается, потому что успех он так простен, такой прост, что на него люди не обращают внимания, и поэтому делают неправильно, и вот когда он сказал про это мнение, меня чуть ли не осенило, я приехал домой, я набрался смелости, мне еще где-то ушло недели две, и я опять ему позвонил, но теперь у меня был такой разговор, я ему говорю, ты помнишь, пару недель назад мы с тобой разговаривали, я тебе рассказывал о бизнесе, и мне казалось, что это действительно очень хорошая компания для меня, и мне казалось, что действительно я начну зарабатывать большие деньги, но я знаю, что ты такой успешный в бизнес, мне далеко до тебя, честно говоря, и то, что ты мне сказал, у меня закрались сомнения, у меня к тебе большая просьба, сделай мне одолжение, чтобы не был испорченный телефон, я хочу, чтобы ты послушал экспорта, его презентацию, а потом честно мне сказать, действительно ли этот бизнес плохой или нет, для меня, он мне сказал, никаких проблем, так как он живет в Пенсильвании, то мы с ним поехали на митинг в четверг, в следующий четверг, когда была презентация, и презентацию делал другой человек, не я, самое интересное, что этот человек не был в бизнесе больше, чем я, но мой товарищ его не знал, и я ему представил, как специалиста, кстати, это тоже очень важно, когда кто-то делает другую презентацию для вас, очень важно, как вы его представите, всегда надо тоже представлять, что человек грамотный, успешный в этом бизнесе, не в зависимости сколько времени он в этом бизнесе находится, он может в бизнесе быть только без году в неделя, но если он может быть успешным, за это время он может достигнуть хороших результатов, я имею ввиду рекрутирование, посещение тренировок, самое интересное, что после того, как мой товарищ выслушал эту ту же самую презентацию, что и сделал я, не лучше и не хуже, но теперь он слушал внимательно, ему надо было мнение мне высказать, это же еще один козырь, когда человек хочет вам высказать мнение, он будет слушать информацию внимательно, он будет с вами на одном канале, вот это и произошло, и он мне не только сказал, что это хороший бизнес, он стал моим первым дистрибьютором, так вот господа, до этого момента прошло 5 месяцев, я был в этой компании 5 месяцев и я не мог рекрутировать ни одного человека, мой первый дистрибьютор, это был мой товарищ, который стал моим дистрибьютором через 5 месяцев после занятия в этом бизнесе, так что если бы любой из вас или большинство сетевиков на моем месте давно бы уже ушли с этого бизнеса, и только благодаря тому, что я слушал все тренировки, и я в это, и благодаря этому я в этот бизнес так верил, я не ушел, и через три года я в этой компании уже зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц, я через три года зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц в компании, в которой мне заняло 5 месяцев привезти первого дистрибьютора, я хочу подчеркнуть одну вещь, господа, то, что сделал я, может сделать любой из вас, и может быть даже намного лучше, я родился без отца, мой отец бросил мою мать, когда я родился, поэтому я вырос в принципе с одной мамой, мама моя работала в две смены, одну неделю она работала до трех часов дня, а другую неделю она работала до 12 часов ночи, и вот через неделю я всегда был на улице, занимался не тем, чем надо был, учился нехорошо, у меня были, к сожалению, были проблемы, я не горжусь этим, если бы это все можно было поменять, было бы по-другому, только благодаря тому, что я начал заниматься спортом, так, как говорится, всю энергию стал отдавать на хорошее, а не на плохое, но к чему я это вам говорю, у меня даже нету среднего образования, я только закончил 9 классов, так вот, человек, у которого незаконченное среднее образование, если он мог сделать то, что он сделал, любой из вас может сделать это намного лучше, в сетевом маркетинге очень важно разбиваться на пары, если вы пришли в бизнес, вы всегда должны, во-первых, узнать, кто ваш вышестоящий спонсер, в том смысле, если человек, который вас привел в бизнес, если он тоже новичок, значит, вы должны узнать, кто его привел, если это тоже новичок, вы должны узнать, кто привел того, и не надо этого бояться, нельзя строить бизнес на обмане, если вы человеку не доверяете, если у меня в бизнесе есть дистрибьютор, которому я не доверяю, значит, он мне не нужен, если он мне не доверяет, он мне тоже не нужен, я его могу, он может уходить в любое место, мы должны строить бизнес на доверии только, потому что сколько раз получается, мне человек звонит, он в какой-то другом бизнесе, и он просит совета, я спрашиваю, а кто ваш спанцер, он говорит, а мой спанцер, он тоже в бизнесе всего лишь неделю, а кто его спанцер, а он мне не дает, как это не дает, я такого не понимаю, мы часто в Америке, например, когда подписываетесь в серьезную американскую компанию, ваш спанцер вам всегда дает лист, где-то четырех, иногда десяти высостоящих спанцеров, с их телефонными номерами, я всегда первое, что я делаю, я всегда им звоню и представляюсь, чтобы они знали, что есть такой Майкл, который только что подписал бизнес, и чтобы они знали меня, и что когда я буду звонить, и они будут слышать мое имя, они знают, что я их дистрибьютор, потому что мне нужна их помощь, господа, сетевой маркетинг построить одному невозможно, каким бы вы грамотными не были, его можно строить только все вместе, вот только тогда цены вам не будет, и только тогда вы дойдете, достигнете базнословных сумм и высот, я еще раз повторю то, что я уже сказал несколько раз, сетевой маркетинг очень простой, ну нелегкий, нелегкий потому, что он такой простой, что люди не дают, не обращают достаточного внимания на то, что им говорят, то, что им нужно делать, если вы приведете два человека в бизнес в первый месяц, и поможете им в следующий месяц сделать то же самое, и чтобы они в следующий месяц сделали то же самое, через год, через 12 месяцев, у вас будет 8190 дистрибьюторов в группе, вы заработаете больше денег, чем вы когда-либо видели их в своей жизни, и это очень просто, но это нелегко, и поэтому основная масса людей никогда не обращает на это внимание, если вы завтра пойдете и возьмете деньги в долг, в банки, например, 100 тысяч долларов, и откройте какой-нибудь магазин, какой-нибудь бизнес, традиционный, я извиняюсь, вы будете рвать свою задницу до крови и пахать, как папа Карло, чтобы отбить хотя бы те деньги, которые вам надо вернуть, и если вы будете это делать, то есть возможность, что вы достигнете хороших результатов, так как в сетевом маркетинге вам не нужно 100 тысяч долларов, вы можете бизнес начать меньше чем 500, меньше чем 300 долларов в основные компании, это для бизнеса ничего, копейки, поэтому люди в принципе не боятся где-то в подзазнании, не боятся их потерять, и только поэтому не обращают на свой бизнес серьезно, и поэтому большинство людей ничего не получается. Почему я говорю, что нужно работать вместе и разбиваться на пары, еще раз, по одной простой причине, когда вы делаете человеку презентацию, и вы делаете это очень красиво, как я говорил в самом начале, вы отпугиваете людей, потому что они будут бояться. У нас пример. Если я пригласил Аллу из Риги дать мне свое, поделиться своим мнением, и она согласилась, и я привел кого-то другого, кто будет делать эту презентацию, кроме того, что мы будем с ней на одном канале, она будет внимательно слушать, кроме того, она потом в конце подумает так, ага, Майкл только пришел в бизнес, и он привел мне, например, Антонину, которая уже, я ее представляю Аллы, как грамотную сетедевичку, которая имеет большой опыт и большие успехи. Она начнет думать, значит, эта Антонина уже в бизнесе, не первый день, она такая успешная, и она помогает Майклу, она за него рассказывает мне, значит, она будет помогать и мне. человек начинает получать те импульсы в мозгу, нужные, правильные, правильная информация, положительная. Я вам скажу, конечно, не каждый человек, которого вы попросите свое мнение, даже если он послушает эту информацию, он придет в бизнес. Это понятно, но процент вашего успеха вырастет, плюс все те люди, которым вы делаете правильные, они будут высказывать вам свое мнение, они запомнят, в каком бизнесе вы находитесь. Может быть, этот человек не придет к вам сегодня, но вы никогда не знаете, что будет завтра. Мой рекорд у меня подписала женщина в бизнес. Женщина в тот момент, когда подписалась, стала моим партнером, она в другой компании, ее чек доходил до 50 тысяч долларов в месяц. Она в тот месяц заработала, она мне показала, 47 тысяч. Я ее знал не один год, и я все время с ней поддерживал отношения. Я с ней не разговаривал очень часто, но мог раз в два месяца позвонить, иногда по почте, электронной почте посылал письмо, то же самое она делала, поздравляли с праздниками, иногда она мне давала информацию за собой в бизнес, иногда я ей давал информацию за свой бизнес. Через три года она стала моим партнером. Поэтому, когда вам человек говорит нет, это еще не значит, что это нет навсегда, никогда не знаете, что будет завтра, самое главное, чтобы вы ему дали правильную информацию и правильно. очень важно проводить вебинары, если у вас есть возможность там, где вы живете, проводить тренировки или у кого-то дома, или приходить кому-то в дом. Конечно, в Америке может быть это немножко популярнее, потому что очень много людей живут в домах, я очень часто делал презентации, ко мне просто приглашал людей прямо к себе домой, но если, например, я здесь в Америке подписывал кого-то нового человека в бизнес, я всегда ему говорил, пригласи своих людей и договоримся, например, через неделю в такой-то день у тебя дома, приглашай к себе домой, потому что ваши друзья не побоятся прийти к вам в гости. И когда они собирали людей дома, они имеют значение, сколько там будет, один, два или десять. Я приходил и делал презентацию, а потом они делали то же самое. Чтоб люди видели, что кто-то другой делает, что вам помогают. В Америке по статистике 15 миллион людей работают из дома. Здесь это очень большая часть экономики людей, работающих из дома. И на это трачется очень много сил и энергии и от правительства США изучают этот бизнес, домашний бизнес. Так вот, я как-то читал, понимая, что основная масса людей по статистике не идет в бизнес не потому, что у них денег нет. Оказывается, когда у человека есть достаточно желания и не боится, то находят деньги. Самый большой процент людей, которые не идут в бизнес, это потому, что они боятся, что у них не получится, потому, что им никто не будет помогать. Поэтому, чтобы вы поняли, господа, когда вы приглашаете людей в бизнес, они должны видеть, что вам помогают. Это первое, с чем они должны сталкиваться. Тогда они бояться не будут, у них подсознание начнет работать позитивно. И вот это одно из самых, как говорится, правильных, то, что я, это не то, что я считаю, это сетевой маркетинг, это не я придумал. В Америке сетевой маркетинг существует в середине 50-х годов. Много-много лет назад, много лет здесь делают бизнес, когда мы еще с вами даже и не представляли, что есть такая индустрия. Поэтому опыт работы здесь очень большой. Недаром Америка является вторая страна в мире по сетевому маркетингу. Первая страна это Япония. Кстати, например, на сегодняшний день в мире существует около 60 тысяч компаний сетевого маркетинга. Из них всего может быть где-то 30 компаний по всему миру, которые торгуют 100 миллионов долларов в год и больше. И где-то 99% этих компаний это американские компании. Вот это самый главный способ приглашения людей в бизнес. И если единственное вы поймете и начнете это учить и тренироваться и пробовать и делать, то вы увидите, что рано или поздно у вас бизнес взорвется. Еще какой вес, например, если вы в компании уже несколько лет, вы не можете человеку сказать, поделитесь, делиться мнением, потому что если он придет, он поймет позже, что вы его затащили обманом, что это не совсем красиво и не тактично. Когда человека заводят в бизнес обманом, рано или поздно он уйдет, какой бы этот обман не был. Поэтому если вы уже в бизнесе долго, вы не можете конечно использовать приглашение построено на мнении, но вы должны всех своих новых дистрибьюторов учить этому, чтобы они делали только так. У меня часто я приглашаю людей таким способом. так как у меня очень большое общение и меня многие знают, я часто разъезжаю и бываю в многих местах, в разные страны езжу. Последнее время я очень много езжу здесь по Америке и часто приглашают на разные то ли день рождения, свадьбы и так далее, на разные мероприятия, поэтому я не сижу дома. И всегда спрашивают, ну, Мишаня, как дела? Если русскоязычные, Майкл, если американцы, чем занимаешься, как бизнес, так далее, и тому подобное, и мне всегда, конечно, возможность задать им вопрос, а как у тебя дела, чем ты занимаешься? И что бы мне не сказали, то ли это положительное, то ли отрицательное, следующие вопросы задаю такой. Алексей, я вижу, что ты в бизнесе, и у тебя большой успех, и я тебя с этим поздравляю. Но у меня к тебе есть вопрос. А если бы ты знал, что у меня есть информация, которая может помочь тебе заработать от двух до пяти тысяч долларов в месяц, трача всего лишь десять часов в неделю, не мешая тому, чем ты уже занимаешься. Ты хотел бы этим заниматься? Ты бы хотел это узнать? Я на этом закрываю рот и больше не произнесу ни одного слова. Опять-таки этот момент один из самых важнейших, потому что если вы продолжаете говорить, как я говорил раньше, 50% вашего успеха улетит в форточку. Какой бы человек не был бы успешный, во всяком случае в моем опыте, мне еще никто не сказал нет. Это не значит, что они все подписались в бизнесе, но настоящий серьезный бизнесмен или женщина, бизнес-женщина, они хотят всегда стремятся к лучшему. Поэтому Алексей бы мне задал вопрос, да, что это такое? Вот он мне дал возможность сделать ему презентацию. Потому что если вы начинаете навязывать свою презентацию, как я получаю по скайпу, по электронной почте, на фейсбук, сотни, тысячи приглашений, я обалдеваю от людей. И все навязывают, что открылась самая лучшая компания. Наша социальная программа будет скоро лучше, Google. Это просто идиотизм. Мне даже стыдно общаться с такими людьми. Каким надо быть глупым, чтобы говорить заранее, что компания какая-то, которая только открылась, будет лучше, например, чем Google или больше. Когда по статистике на 10 новых компаний сетевого маркетинга в первый год 9 из них вылетают из бизнеса. Ведь говорить можно, что хочешь, но денег не стоит. Это навязывается. Никогда нельзя навязывать свой бизнес. Поэтому я людям никогда его не навязываю. Я могу задать вопрос. Люди любят, когда у них просят разрешение. Но обычно я всегда делаю таким планом, я просто повторю. Алексей, если бы ты знал, что у меня есть информация, которая может помочь тебе заработать от 10 до 20 тысяч долларов в месяц, всего лишь тратя 10 часов в неделю, не мешая тому, чем ты занимаешься, ты бы хотел это узнать. Почему я поменял сейчас сумму? потому потому что сумму, когда вы говорите с людьми, сумма зависит от того, с кем вы говорите, потому что если вы разговариваете с человеком, который никогда в жизни не заработал больше, чем 500 долларов в месяц, и вы ему скажете, что он может заработать 10 тысяч в месяц, работая всего лишь 10 часов в неделю, он подумает, что вы сумасшедший, и он вам никогда не поверит. Поэтому если я разговариваю с бизнесменом, который я знаю или вижу по нему, он успешный, конечно, я не скажу ему ни 500 долларов, ни 2000, я скажу побольше. Но если я разговариваю со слесарем, который зарабатывает может быть тысячу долларов в месяц, я ему не буду говорить большие суммы, я скажу от 500 долларов до 2000 долларов, но это все экстра. Вот это в принципе теми способами, которые пользуюсь я каждый день в своем бизнесе уже много-много лет. Я вам скажу такую вещь, господа, самое главное, еще один из самых главных компонентов, и после этого я вам дам возможность задать мне вопросы. Господа, первое, что вы должны сделать, вы должны поверить в самого себя. Пока вы не поверите в самого себя, ничего у вас не получится, где бы вы не были. Мне иногда звонят люди, как-то недавно разговаривали с одной женщиной, не буду называть его имя, она мне говорит, Майкл, ну помогите мне, у меня ничего не получается, с кем бы я ни разговаривал, никто мне не верит. Я ее слушаю и задаю ей ответный вопрос. Я не буду называть ее имя еще раз. А вы сами то в себя верите? Я бы вам тоже не поверил. В вашем разговоре должно чувствоваться, что вы excited. Я уже не знаю, даже забыл, как это сказать по-русски. Вы должны быть довольны, вы должны сами верить в то, что вы говорите, потому что если вы не верите, хотя бы 1%, допустим, вы 99% верите, но один не верите, это будет слышаться в вашем голосе, в вашей интонации, и вам не поверят. никто не хочет быть делом бизнес негативными людьми. Я не хочу, а вы хотите? Вы должны сначала поверить в себя, работать над собой, быть позитивным человеком. Когда вы становитесь позитивным человеком, вокруг вас создается позитивная энергия, и люди начнут к вам липнуть. вот этот мой товарищ, то, что я вам рассказывал, который очень богатый, он, его здесь называют золотым, что значит все, что он, до всего, с чего он прикасается, становится золотое. Я когда мы встречаемся, я всегда его хватаю за плечи и говорю, да я за тебя подержусь, может и мне что-то перевалится. Он кстати очень, какой был простой парень, такой и остался, деньги его совершенно не испортили. Очень хороший человек, хорошая семья. Когда я помню первый раз я услышал про это, что нужно в себя верить, и то, и пятое, и десятое, для меня это как-то казалось какое-то, ну я не знаю, я не верил в это, я думаю, я и так в себя верю, а мне достаточно веры. Что это значит, если я начну себя верить, я миллион долларов заработаю? Потому что первой презентации, которая была презентация работа над собой, я помню, это было много лет назад, нам говорили, что если вы хотите заработать миллион долларов, вы сначала должны в это поверить, вы должны уже представить, что вы его заработали, и тогда вы его заработаете. Для меня это показалось какой-то абсурд, что ли, совершенно не обратил на это внимание. И прошли годы, когда я начал на это обращать внимание. И помню, первое, что я сделал, и для многих это может показаться смешно, и для моей семьи было смешно, и моя дочка, и моя жена говорили, что у меня, это называется по-английски middle age crisis, когда мужчина становится где-то 30 лет и больше, у него начинает крыша ехать. А мне 56 лет сейчас. И что я сделал? Я взял бумагу и написал крупным шрифтом. Написал «Я самый высокий, я самый сильный, я уже не помню, как я писал подряд, я самый красивый, я самый обаятельный, я самый умный, и так далее, и тому подобное, я заработаю столько, заработаю столько, и через столько, и через столько». И я эту бумагу повесил у себя в туалете, потому что каждый день это единственное место, куда мы все заходим. Потому что когда утром встаешь, мы идем в туалет, надо искупаться, и так далее, и тому подобное, и вот два раза в день, утром и вечером, я читал вслух все, что я написал. И я начал в себя верить. У меня даже продажи в моем ювелирном магазине увеличились. вообще в моем традиционном бизнесе у меня пошли дела лучше. И чем больше у меня стало это получаться, тем больше я стал в это верить. Так вот, я советую всем вам взять такую бумагу и написать то же самое, и ничего в этом зазорного нету, и повесить у себя там, где вы это видите каждый день, и читать вслух минимум два раза, и не просто читать, а верить в это. Если вы хотите достичь какого-то успеха, вы должны себе мысленно дать время, например, хотите заработать тысячу долларов в месяц, и вы должны дать себе задачу, что через шесть месяцев, может быть, это через два месяца, может быть, это через год. Я не знаю, вы должны сами выбрать себе время. Я хочу зарабатывать тысячу долларов в месяц. Когда вы это достигнете, вы должны сделать себе другую поставить задачу через год. Я хочу зарабатывать пять тысяч долларов в месяц. Вы должны сами выбрать для себя сумму, но она должна быть не идиотской, не сумасшедшей, а правдоподобной. Ко мне приходит новый дистрибьютор, он говорит, я хочу заработать. Я спрашиваю, почему ты стремишься? Я говорю, он мне говорит, я хочу заработать через месяц десять тысяч долларов. Я ему говорю, ты не в том бизнесе, молодой человек, здесь ты десять тысяч за месяц не заработаешь. Конечно, есть исключения, они очень редкие, люди зарабатывают и больше, но основная масса людей такого за месяц никогда не заработают. Я такое за месяц в первый месяц не заработал. Задумайтесь об этом, это очень-очень важно. Теперь я остановлю свою то, что я записал. Одну секундочку, то, что я записал. Сейчас сохраню файл. окей, значит, вроде все получилось. Одну секунду. Окей, теперь я выключаю. Я вам сейчас дам возможность, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, только пожалуйста, если вы задаете вопросы, задавайте вопросы конкретно о том материале, что мы проходили, о том, что я вам рассказал. Я вам с удовольствием на него отвечу. Одну секунду. Окей, я теперь открыл чат, поэтому если у вас есть у кого-то вопросы, пожалуйста, напишите. я постараюсь вам ответить. Надеюсь, то, что я вам рассказал сегодня, принесет вам пользу. Я вам чисто, честно, от всего сердца желаю добиться только-только больших успехов во всех ваших начинаниях. Я это все делаю бесплатно. Я никогда за это не беру ни у кого деньги. Меня часто спрашивают люди, а почему вы это делаете? Ну, знаете, как говорят? Помогая вам, я помогаю себе. Я вообще родился в семье учителей. Хоть у меня полдес, Кристина, спасибо, пожалуйста, вам. У меня хоть и с образованием не важно, но вообще я родился в семье учителей. У моей матери покойная земля и пухом, ее две сестры старшие, они были учителя, и все их дети учителя. И у меня и математики, и иностранные языки. И всегда мне говорили, что для того, чтобы учиться, надо учить. Что когда учитесь, то всегда и сами учите. И когда я занимался спортом, в нашей секции, я занимался боксом 12 лет. И в нашей секции наш тренер, как только человек выполнял первый взрослый, так как я тренировался в трудовых резервах, нас всегда посылали профтех училищи проводить уроки бокса, секции. Потому что философия нашего тренера тоже всегда была. Когда вы учите кого-то, вы сами учитесь этому. Поэтому в принципе я это и делаю, плюс знаете, как в Библии говорится, для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы что-то получить, то нужно самому учить. Господа, я вас спросил, не присылайте никаких линк, не рекламируйте никакие проекты. Если кто-то будет это делать, я буду выкидывать вас со своей комнаты, и у вас не будет больше возможности зайти в эту комнату еще раз. Пожалуйста, относитесь друг к другу только с уважением, и своими мнениями о каких-либо проектах я не делюсь. Я же вам рассказывал, если вы спрашиваете у человека мнение, вы должны этого человека знать. Если вы меня не знаете, какое же мнение я могу вам дать? Если вы хотите все-таки получить мнение, я его могу только сказать, может быть, если мы говорим по телефону, общаемся, я должен сначала человеку узнать. Поэтому если кто-то просил какой-то вопрос другой, я все это убрал, задайте еще раз. Тамара пишет, одну секундочку, я сейчас вам постараюсь ответить по вопросам, не задавайте пока больше вопросов, пока я не отвечу то, что я получил. Одну секунду. Тамара спрашивает, как я воспринимаю негативные люди, отказ от негативных людей, я никак не воспринимаю. Следующий, если я человеку задал вопрос, спрашиваю у него мнение, и он уже заранее негативный, мне такого человека не нужен даром. Я партнеры, если вы открываете завтра бизнес, вы любого человека, за которого вы платите деньги, вы любого партнера выберете, или вы будете выбирать такого партнера, равноправного, как вы, чтобы он вам подошел. То же самое я делаю в сетевом маркетинге. Не каждый человек еще сможет стать моим партнером, только потому, что он этого хочет. Господа, всем вам большое спасибо тоже. Тамара, как сплотить команду и оградить от пессимиста и негативщины? Ну, к сожалению, для того, чтобы это делать, люди должны посещать тренировки. Помните, в самом начале презентации я вам сказал, что деньги в тренировках, поэтому, если вы приходите, приводите, приходит вам дистрибьютор, который не посещает тренировки, то рано или поздно это станет один из тех негативных человек, которых вы боитесь, потому что он не сможет заработать деньги. Он же не знает, что он делает. Поэтому от таких людей надо избавляться, избавляйтесь от негативных людей и окражайте себя только позитивными, тогда у вас толк будет. Одну секундочку. Пожалуйста, Татьяна, не задавайте вопросы ни о каких компаниях. Я никакой информации, ни о какой компании на этой презентации давать не буду. Петр задает вопрос, когда следующая конференция. Но те дистрибьюторы, я не знаю, вы в моем проекте или нет, люди, которые работают со мной в одном и том же бизнесе, я всем им посылаю приглашения. Все те люди, которые находятся у меня на скайпе, на моем скайпе, то тем, если они в других проектах, то когда я делаю презентацию такого типа, не конкретно о сваппроекте, тогда я присылаю приглашение. А остальные получают приглашение от меня каждую неделю, но только те, с которыми я в одном и том же бизнесе. Татьяна Акачеева, большое вам спасибо тоже за добрые слова. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, если есть вопросы, конкретно может быть кто-то хочет поделиться, пытался кого-то привести в бизнес, ему сказали какой-то негатив, может быть хочет услышать, как я бы ответил в таком варианте. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если вопросов больше нету, то я буду заканчивать. Окей, господа, еще раз большое вам всем спасибо. Всем вам желаю только успехов. Я вижу, опять человек пишет, когда будет следующая презентация. Я вообще делаю презентации каждую неделю. Только если часто, когда я уезжаю в отпуск, и со мной нету компьютера, обычно он со мной, но иногда бывают ситуации, то я пропускаю. Но вообще я делаю презентацию каждую неделю. Кстати, моя следующая презентация будет в пятницу, но это только по моему проекту. Так что, если у вас есть моя информация, выходите со мной на связь на скайп, на фейсбук, и я вам смогу приглашать на те презентации, которые касаются в данном случае конкретно просто сетевого маркетинга. Я, Владимир, не могу вам сказать, какая будет презентация в 21.00 в пятницу, потому что я не могу, я дал обещание о других проектах здесь не рассказывать, потому что я не заинтересован перерекрутировать людей из других проектов, потому что я считаю, это мое личное мнение, это должно быть мнение всех крупных сетевиков, всех лидеров, переманивать с одного бизнеса в другой некрасиво. Единственное, человек имеет возможность получить информацию и сделать сам выбор, где ему будет лучше, потому что то, что хорошо для меня, это еще не значит, что это хорошо для вас или наоборот. Так что я не могу выдавать эту информацию. Еще раз, господа, большое вам всем спасибо. спасибо за просмотр! Субтитры Slalers Продолжение следует...